Приветствую вас, дорогие телерадиослушатели! Доброе утро вам из Сестрорецка! Сегодня привела я вас в прекрасный парк Дубки. И, казалось бы, ну парк и парк. Однако у него такая же длинная история, может быть, не столь насыщенная, как у остальных объектов. Но, тем не менее, ведет она свое начало от того самого человека, которого я очень часто, кстати, упоминаю в своих выпусках. Конечно же, от Петра I. Можно к этому царю относиться по-разному. Его можно любить, его можно ненавидеть. Многие считают его тираном, деспотом, одиозной личностью. Другие же замечают только какие-то хорошие качества. Я бы хотела сконцентрироваться сегодня все-таки на хороших качествах. И на том влиянии, которое этот выдающийся, безусловно, человек оказал на развитие этих мест, которых, пожалуй, без него не было бы. Либо они были бы, но в каком-то совсем другом состоянии, виде конфигурации. Так вот, о влиянии хотела бы зачитать вам цитату историка Погодина. Это человек, который жил в пушкинские времена. И вот что он пишет. Он написал эссе «Петр Великий». Цитата. Петр Великий велел считать годы от рождения Христова. Петр Великий велел считать месяцы от января. Пора одеваться. Наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым. Мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завел он. Шерсть настрижена, совет с которых развел он. Попадается на глаза книга. Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начинаете ее читать. Этот язык при Петре Первом сделался письменным, литературным, вытеснив прежний церковный. Приносят газеты. Петр Великий их начал. Вам нужно искупить разные вещи. Ну, то есть купить. Все они из шелкового шейного платка до сложной подошвы будут напоминать вам о Петре Великом. За обедом от соленых сельдей и картофеля, который указал он съесть, до виноградного вина, им разведенного, все блюда будут говорить вам о Петре Великом. После обеда вы едете в гости. Это ассамблея Петра Великого. Встречайте там дам, допущенных до мужской компании по требованию Петра Великого. Ну, если бы только шейные платки, соленые сельди до ассамблеи. Погодин продолжает. Место в системе европейских государств. Управление, разделение, судопроизводство. Права сословий. Табель о рангах. Войска, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля, внутренняя и внешняя одежда. Наружность, аптеки, госпитали, лекарства, летоисчисления, язык, печать, типографии, военные училища, академии. Суть – памятники его неутомимой деятельности и его гения. Ну, то есть, когда мы читаем подобные цитаты, а, в общем-то, в чем он не прав, начинаешь проникаться мыслью, что действительно человек поделил историю страны на до и после. Вот здесь у нас в парке основателю памятник есть. Так вот, 1703 год, основывает Санкт-Петербург, ведется война со шведами. Перманентно, постоянно, государство в состоянии войны. И эти места также были отвоеваны у шведов примерно вот в первые годы XVIII века. Они уже были русскими, хотя еще не юридически. И такая вот знаменательная дата случилась в 1714 году. Это считается годом основания как раз-таки Сестрорецка. Произошло сражение при мысе Гангут, которое российский флот успешно выиграл. Петр I был доволен. После сражения русская флотилия возвращалась вдоль этого берега, и Петр заприметил здесь дубовую рощу. Ну, то есть, какая-то рощица здесь уже была. Считается, что у него с детства любимое дерево – это дуб, потому как, когда он там подростком веселился в немецкой слаботе, и не только, там тоже были неплохие места, природа, дубки, и вот, собственно, дуб с детства он очень полюбил. Ну, прекрасное дерево. Он увидел эту рощу, решил высадиться на этот берег и пожелал и здесь начать строительство, а точнее, сооружение такого парка-сада. Заповедная роща Петра Великого, так современный парк дубки, насывался в то время. Собственно, по приказу Петра сюда завезли землю и две тысячи дубовых деревьев. Опять же, многие сведения косвенные о тех временах и сооружении здешнего парка, не так много осталось документов. Считается, что примерно 200 деревьев Петр посадил сам. Ну, в это можно поверить, поскольку, в принципе, царь любил многое делать сам, конструировать своими руками, хотя он был довольно малограмотный, он всю жизнь писал с ошибками, он так и не выучился. Но при этом у него была тяга к разнообразным техническим, инновационным всяким новшествам. Естественно, Петр Первый строил свой флот. И дуб очень хорошее дерево для, в том числе, для использования в кораблестроении. Но конкретно дубы в этой местности, вот здесь в парке, были построены не для того, чтобы их вырубить на лес. Поскольку это была еще одна царская резиденция, по большому счету, устроили систему укреплений. Рвы, валы, на мысе стоял маяк и караул обязательно, чтобы прослеживать, приближается ли кто-нибудь нежелательный с воды. Ни для кого не секрет, что Петр Первый, побывав в Голландии, влюбился в эту страну и в ее культуру. Поэтому очень много голландского он привез сюда с собой. Ну и что же, у нас парк есть, а дворца нет. И, разумеется, захотелось и здесь построить дворец, тем более, что в 1723 году здесь основывают Сестрорецкий оружейный завод. И чтобы инспектировать строительство завода, Петру Первому нужно было сюда периодически наведываться и, соответственно, где-то останавливаться. Понятно, что царь был аскетичный в своих предпочтениях и по жилью в том числе, но, тем не менее, приглашают голландского архитектора Ван Звитена для того, чтобы он построил здесь дворец. И надо сказать, что он был построен в очень короткие сроки. В 1723 году Петр подписывает план строительства, и оно начинается. И буквально за год, чуть больше, возводят дворец. Тысяча квадратных метров, но на самом деле для какого-то обширного дворца это не такие большие площади. Возводят, делают внутри очень такую изысканную отделку. Внешне он выглядел вот по той голландской моде, типичное такое строение. Внутри дворца, тем не менее, были устроены очень изысканные интерьеры. И, по сути, этот дворец, ну, как бы сейчас по-современному сказать, находился на балансе, как царская резиденция. Рядом же устраивают помимо парка из дубов еще и сад. Завозят из Голландии специально по приказу Петра яблони, вишни, каштаны. В общем, разнообразные деревья. И вообще здесь весь, вся вот эта территория, она была очень хорошо продумана, при том, что парк можно его назвать все-таки ближе к английскому пейзажному типу. Но, тем не менее, были места, в которых очень четко разграничивалась территория, то есть дорожки и клумбы, какие-то розетки. При этом по той же голландской моде тех времен, почему здесь название «Голландский парк» оно осталось, потому что был использован такой прием, что все дорожки, ну, вот как и сейчас, по большому счету, дорожка, она выше, чем территория, где растут деревья. Точно так же и в те времена дорожки располагались выше, а всяческие клумбы ниже. Таким образом, когда ты здесь гулял, ты мог лицезреть прекрасный узор этих клумб и смотреть на цветы, ну, как бы сверху вниз. Очень было удобно. Но существовала, конечно же, еще одна проблема, проблема подтоплений, наводнений. От этого никуда нельзя было сбежать в те времена, тем более в данной местности. Поэтому была налажена система каналов, дренажа, для того, чтобы отводить воду, чтобы эти клумбы не сносило при любых малейших наводнениях и не подтапливало. Ну и что у нас по датам? В 1723 году здесь начинается строительство дворца. А в 1925 год Петр I умирает. То есть успел он в нем пожить, в этом дворце. Пожить не постоянно, естественно, но останавливался. Совсем недолго. Буквально полгода. И все. После смерти Петра начинается та самая эпоха дворцовых переворотов. И когда к власти пришел Петр II, он приказывает с того самого баланса, как царскую резиденцию, этот дворец снять. То есть он перестает быть в составе всех остальных дворцов. И вообще Петр II, если вы помните, перенес столицу обратно в Москву. Меншиков занимался здесь хозяйственной частью. Опять же, по приказу царя Петра II вывозят имущество из этого дворца. И мебель, и гобелены, и зеркала, и все прочее. И разнообразное техническое оборудование вспомогательное, которое здесь было. Часть переносят в Петергоф, часть в остальные резиденции. Возможно, что-то, конечно же, было украдено. При этом всем, поскольку, ну, кто занимался этим всем, меньшиков, сложно поверить, что все осталось в целости и сохранности. И с тех пор дворец, он приходит в запустение. Ну, естественно, постепенно. Но, тем не менее, и разнообразные наводнения и бури. Какое-то время внутри находился склад. Но потом постепенно, поскольку никто этим не занимался. Здесь территорией затем заведовала адмиралтейская коллегия. Потом, когда к власти пришла Анна Иоанновна, другая коллегия. То есть, постоянно вроде какой-то хозяин был, но никто не хотел заниматься этим всем. Поэтому, соответственно, дворец в какой-то момент просто пришел в такое запустение, что разрушился. Стены разобрали, кирпичи отправили на другое строительство. Ну, в общем-то, и все. Но надо сказать, что до сих пор здесь, в парке, сохраняется фундамент этого дворца. А так, представьте, если бы дворец этот все-таки остался, было бы интересно. На той стороне залива у нас Петергоф, официальная царская резиденция. А здесь другая, менее официальная, но тем не менее, что-то вроде правительственной дачи. Было бы неплохо. Но, к сожалению, этого не случилось. Поскольку здесь, в Сестрорецке, ну, по большому счету, это было градообразующее предприятие того времени, город формируется. Да, однако, до того момента, пока не была построена железная дорога, город жил такой очень своей уединенной жизнью, очень обособленной, потому что добраться в то время было до Петербурга не так уж и просто. Это сейчас эти расстояния, абсолютно не расстояния. На тот момент это было довольно значительно. Конкретно этот берег и Дубковская роща в основном страдают. То от наводнений, то от нападений в разнообразных войнах. В Риане Иоанновне происходит еще одна война со Швецией. Правда, не такая долгая, всего лишь, по-моему, два года. Но тоже не идет на пользу. Одно из наводнений в середине 18 века очень сильно тут потрепало все строения. И, соответственно, и деревья тоже все очень хорошо, хорошо, в кавычках, посносило. Но еще один такой исторический эпизод, от чего этот берег страдал, это Крымская война. В Крымскую войну сюда, вот в залив, подошла британская и французская эскадра. Ну, допустим, они стояли вот где-то там. Они не высадились на берег, но этот берег очень сильно обстреляли. Маленькое лирическое отступление. Посмотрите. Ну, вы можете только посмотреть, прочувствовать. Камера не передает. Но сегодня превосходнейший день. Потому что здесь очень часто и довольно сильные ветра. А сегодня просто вот такая безветренная погода. Теплая. В общем, выглядит божественно. Остатки снега еще. Так вот, возвращаясь ко временам Крымской войны, французы и британцы обстреляли очень сильно этот берег. И, надо сказать, хорошо повезло, что, в общем-то, особо никто не пострадал. И очень сильно пригодились вот здесь, в парке, как раз система рвов и валов еще Петровского времени. Для того, чтобы обороняться в ответ. И вот, можно сказать, что в память о таком чудесном спасении этого берега от французов и британцев, от обстрелов, обычный священник Петр Ловецкий выступил с инициативой на свои собственные средства построить маленькую часовню. Вот эту вот. И она была построена. Но, впоследствии, надо сказать, что у нее судьба тоже непростая, как у этого Ловецкого. Она была разрушена. А сейчас вот то, что стоит в парке, здание это уже современная реконструкция, воспроизведена в 2014 году. Она вновь отстроена. А через какое-то время произошел эпизод. Петр Ловецкий вступился за какого-то простого рабочего и был сослан в далекие дали за это. Тоже, скажем так, и у часовни, и у человека непростая судьба случилась. Надо сказать, что век 19-й, здесь мало что происходит. По сведениям о том, что происходило здесь в парке в веке 19-м, довольно мало. Скорее, больше их появляется к концу 19-го века, когда уже была построена железная дорога. А в начале 20-го века здесь строят рядом, как вы знаете, Сестровецкий курорт, курзал. Для того, чтобы повысить человеческий трафик, чтобы люди приезжали, веселились, оставляли свои денюжки. Ну и лечились в санатории, параллельно тоже эта штука полезная. И здесь, в Дубках, также проводились разнообразные увеселения. Была сцена постоянная, такая летняя эстрада, на которой постоянно организовывали разнообразные мероприятия и представления. Причем вкладывали в это деньги местные купцы, Сестровецкие, приглашали артистов и известных, и малоизвестных, и всяких циркачей, и акробатов, и спортсменов. В общем, всех подряд, чтобы разнообразить досуг, и вход туда, к этой сцене, он был платным. Кавалеры платили 22 копейки, да, мы платили 18 копеек, что по тем временам это были, в общем-то, немалые деньги. Ну и плюс развитие дачной местности, то есть, конечно же, с появлением железной дороги. Здесь появляется множество дач, дачная культура в Петербурге, она вообще достаточно развита. Петербуржцы старались на лето, ну, все, у кого были средства, уехать из города. А уехать на дачи, максимум, народу, во-первых, уезжали всегда на несколько месяцев, то есть, практически полностью переезжали, буквально со своей мебелью. В Петербурге в это время жара, в воздухе стоит строительная пыль и запах навоза, потому что, вот, если представить сейчас город, насыщен машинами, вот тогда он в таком же примерно количестве, точнее, не количестве, а скорее, назовем это пропорцией, он был насыщен лошадьми. Основной транспорт, естественно. И, в общем, Петербург, мягко говоря, летом вонял в жару, поэтому находиться в нем было очень сложно, и все, вот, у кого были средства на это, конечно же, старались максимально выехать, либо как-то, хотя бы на какое-то время, либо вот вообще на все лето. И понятно, что здесь, в этой местности, процветала дачная культура, появилась целая прослойка населения, которая обслуживала дачников, там и булочники, и зеленщики, и мясники, они перемещались все дружно в эту местность, либо это делали какие-то местные жители, ну и в том числе и увеселение. Также это была популярная тема. Интересно, что сейчас в парке, ну, во-первых, он реконструирован не так давно, потому что 20 век его тоже не пощадил, и особенно после развала Советского Союза здесь вообще было запустение. Сейчас его отстроили. Здесь есть и спортивные площадки, и увеселения всякие разнообразные мероприятия для детей устраивают, и конный клуб, и... В общем, есть чем заняться. Плюс каждый дуб, в идеале, вообще каждое дерево должно быть рано или поздно обследовано, возложена эта миссия на Лесотехническую Академию, но масштабное обследование последнее проводилось очень давно, еще в 80-е годы. И в идеале сейчас также должны проводить исследования всех деревьев. Это большой, я бы даже сказала, гигантский массив работы и очень большие ресурсы. Интересно, что в веке XIX, во времена, когда за парком ухаживали, у каждого дуба была табличка с его определенной характеристикой, и это было очень круто, надо сказать, для тех лет. Ну, изображение парка мы можем найти на картинах одного очень знаменитого художника, которого вы все, конечно же, знаете. Это Иван Шишкин. Дело в том, что дочь художника Лидия была замужем за человеком по фамилии Ризингер. Эта семья владела земельными угодьями, дачами в Кокколе, современной Репетан, в общем-то тут неподалеку, поэтому понятное дело, что великий художник здесь неоднократно бывал в этой местности, и в частности в парке Дубки. А зачем куда-то идти, если здесь такая потрясающая природа? Да, он же здесь рисовал. Порядка 30 картин, нарисованных им, были именно в этой местности, и в том числе изображение конкретно дубков у него тоже есть, можно найти на его картинах. А картины-то великолепны, когда смотришь на них, думаешь, о, неужели это фотка? Ваши айфончики отдыхают. Вот так. Сейчас, конечно, еще только начало апреля, но здесь безумно приятно гулять даже в такое время, когда еще деревья не покрылись листвой, вместо все-таки своего рода места силы за счет прекрасной природы. Здесь ты практически по лесу погулял, вышел на залив, там водичка. Ну, замечательно же. И самое интересное то, что парк Дубки входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как вам такой, Илон Маск? Казалось бы, не так он знаменит, и далеко не все сюда поедут специально, чтобы просто посмотреть на парк, но в любом случае Сестрорецк – это отличный город для такого. Город выходного дня. Можно его любить, можно не любить. Я знаю 10 аргументов за то, чтобы здесь жить, и 10 аргументов против. Поэтому это, как говорится, личное дело каждого, но приехать сюда буквально на один день погулять, особенно в теплое время года, очень рекомендую, потому что много чего можно и посмотреть, и просто погулять. Ну, во-первых, по парку. Во-вторых, есть музеи. Музей-шалаш, музей-сарай, Сестрорецкий рубеж, музей под открытым небом, неподалеку Сестрорецкое болото, по которому тоже очень приятно гулять. Но, конечно же, самая большая ценность данных мест в настоящее время – это природа, а летом ещё и пляж и купание в тёпленькой водичке залива. Маленькое лирическое отступление вам, как говорится, в ленту. Я знаю, что многие очень любят, когда снимаешь видео вот одним кадром. Прямо идёшь, идёшь, идёшь и не прерывается. Ну, конкретно здесь, в Сестрорецке, так сделать затруднительно, потому что какие-то по правильному, по гидскому, скажу так, объекты показа, по науке, понимаете, они сочетаются вот с такой типичной застройкой. Интересно ли смотреть? Ну, не знаю, не факт. Поэтому кат – наше всё. Это же касается всяких тематических выпусков, которые я люблю снимать. Но один объект я вам здесь всё-таки покажу. Это вот этот вот дом. Он вроде как современный, но при этом очень интересный. Конечно, Гоупроха его не покажет в подробностях, но смысл в том, что здесь в Сестрорецке его называют «домик Гауди». Исключительно потому, что вот у людей вот эти вот обтекаемые формы ассоциируются с творениями этого архитектора. А я тем временем следую дальше и направляюсь ещё к одному объекту показа, который у меня сегодня запланирован для вас. Естественно, по теме выпуска, так сказать, объединяющий это всё. Ещё мой любимый, или не очень, Пётр Первый. И вот если вы окажетесь здесь в Сестрорецке, я же уже порекомендовала вам его как город выходного дня, можете зайти вот в эту прекрасную кофейню. Она располагается возле железнодорожной станции. Кстати, это местный пафосный вокзал железнодорожный. Вот он сейчас на реконструкции, потому что здание деревянное тоже историческое. Вот. Вот это кофейня. Когда-то здесь было очень страшное кафе с пивасом, но потом нашлись неплохие ребята, которые её, видимо, выкупили и устроили здесь модную, в общем-то, по нынешним местам современную отличную кофейню, которая раньше называлась «Место встречи», но сейчас вот она, видимо, они решили переименовать просто «Место». Специально из города ехать сюда не стоит, но если вы уж тут оказались, рекомендую. Кофе здесь неплохой. Конечно же, всякие умницы и умники напишут мне, что это реклама, но нет, это не реклама, это вам мой персональный рекомендацион. Ну что ж, а пока у меня кофейная пятиминутка. Хотела бы вам зачитать ещё одну цитату про Петра, которая описывает определённые аспекты его личности. Он был в заграничной поездке, а воспоминания оставила ганноверская принцесса София. Ну вот что ж такое, можно же было для GoPro взять специально подставку на стол и не держать всё это тело рукой. Можно же было? Да. Кто должен об этом помнить? Пока нет такой возможности. Царь, высокий мужчина, с прекрасным лицом, хорошо сложён, с большой быстротой ума, в ответах скор и определителен. Жаль только, что ему не достаёт при таких природных выгодах полной светской утончённости. Мы скоро сели за стол. Наш камергер Каппинштейн сделался маршалком и поднёс его величеству салфетку. Царь не понял, что это значит, потому что в Бранденбурге употребляют ещё умывальницы и полотенца. Его величество сел между мной и моей дочерью, а около нас посадил по переводчику. Мы были очень веселы, вели себя больно, говорили свободно и вскоре чрезвычайно подружились. Дочь моя и царь поменялись даже табакерками. На его был изображён вензель царя, а дочь моя бережёт это как лейнот. Мы, правда, очень долго сидели за столом, но проводили время чрезвычайно приятно, потому что царь был очень весел и бесперерывно говорил. Царю это понравилось, но он заметил, что этот род музыку ему совсем не по душе. Он не пришёлся по вкусу, значит. Я спросила, любит ли царь охоту. Он ответил, что отец его был страстный охотник, и что он с детства получил непреодолимую страсть к мореплаванию и к фейерверкам, и что он сам любит строить суда. Он показал нам руки и дал ощупать, как они загрубели от работ. К вопросу, делал ли что-то Пётр своими руками. Много чего. После обеда царь велел позвать своих скрипачей. Мы стали танцевать. Он выучил нас танцевать по-московски, что гораздо милее и красивее, чем польский танец. Мы танцевали до 4 часов утра. Пётр совершенно необыкновенный человек. Его нельзя писать и вообразить, а надо видеть. У него славное сердце и истинно благородные чувства. Он при нас совсем не пил, зато люди его ужасно. В следующем письме, описывая новую встречу с Петром и отмечая в нём много хороших свойств и бездну ума, принцесса приводит забавную деталь. Но в танцах, говорят, наши корсеты показались им костями, и царь как будто сказал, какие чертовски крепкие кости у немок. А я ухожу на кофейную пятиминутку, и скоро вернусь к вам. Буквально через секунду. Ещё одно гениальное, можно сказать, гидротехническое сооружение того времени и, безусловно, созданное по приказу Петра I, это озеро Разлив, которое очень повлияло на развитие данной местности. Можно сказать, повлияло глобально. Вот мы сейчас с вами находимся приблизительно на том месте, где всё начиналось, в падении реки Сестры в реку Чёрную, и здесь была организована первая запруда, в результате которой стало формироваться озеро Разлив. Это вот только какая-то его небольшая часть. Туда у нас отходит улица Мосина, туда улица Восково. Ну, собственно, Восково, она начинается оттуда. Вот там железнодорожная станция, которую я вам показывала. И интересный факт об улице Восково, это когда-то насыпная дамба. То есть изначально это было дамбой, и только потом она стала улицей. Что важно, для чего вообще, в принципе, устроили плотины, дамбы, сеть каналов, в результате чего появилось озеро Разлив. Да, в общем-то, потому, что когда начали строить Сестрорецкий оружейный завод, стало понятно, что для того, чтобы запустить машинные механизмы, нужна какая-то движущая сила. И этой движущей силой стала вода. Вот от озера был прорыт когда-то канал, а вот то голубое здание и дальше ряд краснокирпичных зданий, это уже, собственно, корпуса Сестрорецкого оружейного завода. Здесь GoPro, конечно, тоже не факт, что покажет, но вот вдалеке виднеется, вот там стоит бюст Мосина, изобретателя известной винтовки. Конечно, и в 18 веке, и в веке 19, уровень воды в Разливе, да и в реках, в частности, в Сестре, был выше. Наводнения случались частенько. Поэтому нужно было что-то делать, конструировать какие-то сооружения, какие-то это дамбы, для того, чтобы бороться с наводнениями. И в середине 19 века вот эту местность полностью снесло водой. То есть здесь произошел прорыв, и все дома снесло в залив. Казалось бы, времена разные, но эти события, наводнения, я имею в виду, отразились в архитектуре даже советского времени. Вот этот дом построен в 1979 году. Известен как дом на курьих ножках. Точно так же, как ряд домов, построенных на Васильевском острове. Это тоже дома там на курьих ножках есть. Так вот, собственно, для защиты от наводнений. Такая как дополнительная мера. И интересно, что вот этот дом стоит, в общем-то, на бывшем русле реки. Когда-то здесь тоже была река. И, безусловно, строительство завода очень повлияло на развитие данной местности. Были прорыты каналы, которые подавали воду к заводу. Но сейчас большинство этих каналов засыпано, потому что уже все очень сильно поменялось. А само озеро Разлив, оно довольно обширное по своей площади. И в выпуске про Сестровецкое болото, как раз-таки, я рассказывала о том, что часть этого древнего болота была залита водой и, ну, испорчена фактически. Именно из-за того, что часть вод теперь это озеро. Ну, точнее, часть территории болота теперь это озеро. Плавно подходим к плотине. Эта плотина по счету по сути своей конструкции, она уже третья, это третья версия, называется плотина Гауссмана по фамилии того конструктора, который ее тут и сооружал. И, кстати говоря, он в Петербурге тоже сделал несколько плотин, например, на Охте. Ну, первую плотину, понятное дело, что на этом месте приблизительно создали в правлении Петра I. Затем приблизительно через сто лет появилась вторая Деволана. И понятно, что эти конструкции были деревянные, недолговечные, их постоянно сносило водой, их ремонтировали, вот, пока не появилась вот эта вот третья версия. А на озере мы можем наблюдать вот такие небольшие острова, где деревца растут. Вот сейчас как раз уровень воды не столь высокий и очень хорошо просматривается. Скорее всего, считается, что это остатки вот тех предыдущих вариантов этой плотины. здесь в городе говорили, может быть, даже какие-то старожилы сейчас называют эту плотину перепадом. Вот сейчас там воды много, но когда плотину закрывают, бывает, что воды там остается самый минимум так, что даже с одного берега на другой можно перейти по камням. Мы с вами подошли к часовне Петра и Павла, которая считается, ну, имеет отношение вот к подводному флоту России. Вот здесь находится мемориал подводников, которые погибли, перечислены подводные лодки с именами и фамилиями. Еще одна достопримечательность в городе и такая небольшая гордость сестровичам это подводная лодка, которую сконструировали при Петре Первом, откуда, собственно, и ведет историю подводный флот России. А как было дело? Вообще-то считается, что первый прообраз подводной лодки вообще изобрел, начертил чертежи Леонардо да Винчи. Во всяком случае, ему приписывают вот это первое в истории изобретение. Достоверно неизвестно, то ли он действительно это изобрел, а потом уничтожил свои чертежи по каким-то соображениям, то ли он этого ничего не изобретал, достоверно неизвестно. Но достоверно известно другое, что в начале 18 века обычный плотник, уроженец подмосковного села, безграмотный, без образования Ефим Никонов подал челобитную царю Петру Первому с тем, что вот у него есть такое изобретение, на котором можно подойти к кораблю противника, пробить его и быстренько свалить. Возникает много вопросов, а почему, собственно говоря, обычный бесграмотный плотник подал царю челобитную, как это у него получилось? Ну, версии разные, либо он попросил своих друзей плотников это сделать, кто умел писать, либо кого-то за определенную мзду, ну, в общем, действительно, челобитная поступила к царю, и царь, надо сказать, что первую вот эту бумагу он проигнорировал, затем он подал вторую, во второй было уточнение, что это изобретение потаенное, потаенное, судно подводное подойдет кораблю противника и сможет его таким образом уничтожить. И вот это вот царю понравилось, во всяком случае он обратил внимание, позвал к себе изобретателя, они поговорили, и он выдал свое добро на конструирование судна, так сказать, прототипа, для того, чтобы попробовать все это, для того, чтобы все-таки попробовать и посмотреть, что из этого выйдет, и что-то из этого вышло. Конкретно вот этот образец, который здесь стоит, это, конечно же, реконструкция. Считается, что Никону помогали бочары, и поэтому общий вид вот этой подводной лодки, он напоминает по сути бочку. Не сохранилось никаких чертежей, все, что в интернете, это какие-то домыслы, но сохранились бумаги в архивах, в которых перечислены все материалы, которые попросил Никонов для конструирования, и там в том числе ободы для, ну, как бы, как для бочек, так что возможно эта конструкция, она каким-то образом вот так и выглядела. Здесь, кстати, кто-то весло украл, выломал, потому что вот, вот, собственно, тяжелое. то есть представьте себе, там внутри находятся люди, освещается это все свечами, а движущая сила два весла по бокам, и на самом деле, если вот так представить, то есть два человека должны под водой, под толщей воды это это все приводить в движение, ну, тяжело на самом деле. Там внутри GoPro, конечно же, не сможет показать, но там сидят ребята, подводники, то есть все сделано максимально достоверно. Погружалась она каким образом? Открывался кинстон, часть заполнялась водой, она уходила под воду, и потом, чтобы подняться, эту воду нужно было выкачать. Вот здесь на мемориальном камне изображена гравюрка якобы как раз испытания вот этой подводной лодки, вот храм Петра и Павла. Так вот, здесь в Сестровецке существует легенда, что якобы испытания прошли вот здесь на озере Разлив. А мы с вами помним, что озеро Разлив появилось в 1723 году. Раньше оно никак не могло здесь быть, поскольку оружейный завод только в 1923 году стали строить, поэтому и озеро сформировалось не ранее 1923 года. А там испытания якобы проведены в 1921 году. но правда заключается в том, что вот эту вот подлодку делали на верфях, которые находились на месте нынешней галерной улицы, то есть это галерные верфи, и там же где-то в Неве рядом провели испытания. А потом это уже все обросло легендами, мифами, и теперь вот они гласят, что якобы испытания проводили здесь. Испытаний было несколько, проходили они на самом деле не очень удачно, сам Никонов в этом участвовал, но даже несмотря на неудачи, Петр Первый все равно просил его продолжать. Один раз лодка достигла дна, стукнулась у него, и произошел прорыв, из-за чего чуть люди не погибли, но удалось их вытащить. Но потом умер Петр Первый, и все испытания прекратились. Прототип подлодки долгое время хранился где-то в сараях этих галерных верфей, и все благополучно о нем забыли, в итоге он там изгнил. Так что, конечно же, оригинала не существует. Но то, что это изобретение было, это уникально, поскольку, ну, представьте, во-первых, мысль о подводной лодке пришла в голову абсолютно безграмотному человеку. И, конечно же, мысль-то была хорошая, но технически она очень сильно опережала свое время, не было на тот момент всех вспомогательных изобретений, которые бы обеспечили это судно всем необходимым для того, чтобы оно действительно могло ходить под водой, и было бы успешно. И еще Никонова приписывают также изобретение первого водолазного костюма. Там тоже такая бочка на голову надевалась. Ну, то есть моряки, подводники опускаются на вот этом судне, выходят, подрывают корабль противника, заходят обратно, уплывают во своясе. Ну, логично. Однако не случилось. Ну, и напоследок интересный факт. у меня также на канале, не у меня на канале, а у меня видео на канале у Перца, есть видео о кино в Петербурге, вообще о развитии кино, дореволюционного. и я там рассказываю о первом русском фильме. То есть это первый был фильм, который снят полнометражкой. По-моему, 40 минут была у него длительность. На то время это очень длинный фильм. Снят сюжет, актеры, смонтирован, вышел в синематографе, в кинотеатрах. Так вот, этот фильм в 1908 году он появился. Понизовая вольница или другое у него название Стень Каразин. Этот фильм снимали здесь, на озере Разлив. Вот такой интересный факт. Ну что ж, а на сегодня у меня всё. Интересные истории про Петра Первого и не только. обязательно продолжу. С вами была Ира или Гид в шляпе. Сегодня без шляпы. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры